Всемирный светильник, к которому притекает множество людей со всего мира, так называют преподобного Серафима Саровского. Батюшку любят и почитают верующие, как в России, так и в других странах. Его икона находится почти в каждом храме и монастыре. Почему же преподобный Серафим стал таким известным? Имя Серафим означает «пламенный». Всю свою жизнь святой горел деятельной любовью к Богу и людям, и каждого приходящего к нему принимал со словами «радость моя». Он, в общем-то, жил не в столь далекое время. И был в своей простоте понятен и доступен простым людям. Поэтому такое распространение его почитания широко известно. Ну и еще та масса чудес, которые совершаются у мощей преподобного Серафима Саровского, у его раки. 15 января по новому стилю 1833 года рано утром монахи Саровского монастыря почувствовали запах дыма, который исходил из гелья старца Серафима. Когда вошли к преподобному, то увидели его стоящим на коленях перед иконой Пресвятой Богородицы умиления. Святой умер во время молитвы, что считается особой честью для христианина. «Человек рождается не однажды. Во-первых, он рождается от отца и матери. Во-вторых, человек рождается от воды и духа, в таинстве крещения. И третье, можно сказать, рождение – это рождение в вечность, то есть день кончины. Поэтому для каждого человека эти события весьма важны». 15 января православные верующие отмечают День представления преподобного Серафима Саровского и Второе обретение его мощей в 1991 году. В Дивеевском монастыре этот день часто называют Зимней Пасхой. В праздник в обители совершают торжественные богослужения, а также на протяжении всего дня читают Акафист преподобному у его мощей в Троицком соборе. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.